Это громадская на русском. Мы на время отвлечемся от социальных, политических проблем. Мы поговорим о моде. На этой неделе закончилась украинская неделя моды, Ukrainian Fashion Week. По этому поводу, и не только по этому поводу, мы хотим поговорить со Светланой Бевзой, одним из лучших, самых интересных дизайнеров Украины. Ей принадлежит бренд Бевза. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. То есть, то, о чём хочется поговорить, есть ощущение, что, по крайней мере, какое-то внутреннее, в том, что украинская мода находится на грани какого-то качественного прорыва. По крайней мере, есть, допустим, 6-7 дизайнеров, за которыми интересно следить, которые производят что-то новое. Какое твоё личное ощущение, что в этой области… Если иметь в виду общий мировой рынок на фоне грандов, то это, конечно, маленький шажок. Но, тем не менее, Украина очень интересна сейчас как страна, как модная страна миру. На неё обращают внимание. Конечно, начался этот мелкий бум, опять-таки, в рамках общей индустрии. И толчком послужили как раз во многом события, которые… печальные события, которые произошли и продолжают происходить в Украине. Я не могу сказать, что дизайнеры начали делать на этом пиар, потому что дизайнеры, как делали свои коллекции в своих нишах, так и продолжили. Но, тем не менее, раньше этого начали выезжать за рубеж и представлять коллекции на выставках или в шоурумах. Но обратили внимание на страну больше и на слово «Украина» именно в связи с этими событиями в это время, скажем так. И за сим последовало обращение внимания уже сугубо на коллекции дизайнеров. Роднокачество на то, что в стране действительно много талантливых людей, которые представляют своими силами, своим энтузиазмом несколько пионеров. Достаточно уникальный продукт, и эта уникальность становится интересна байерам в той или иной степени. Некоторые успели больше, некоторые смогли меньше, но в целом интерес есть. И неделя мода, которая в Украине способствует, в свою очередь, тоже продвижению дизайнеров. Вот лично о своем бренде. Я точно знаю, что ты же представляла свой бренд в шоуруме в Париже. Разумеется, есть какое-то количество байеров, которые приезжают сюда в Украину, чтобы посмотреть его здесь. Какой фидбэк, какие отзывы ты получала? И кто эти люди, которые приходят посмотреть на украинскую моду, если мы говорим не об украинцах, а об иностранцах? Уже несколько лет подряд, в принципе, 85% того, что мы производим и продаем, продается за рубежом. То есть это не Украина. И Украина реагирует посредством того, что мы продаемся в статусных магазинах в разных странах мира. И, соответственно, уже украинские байеры по-другому относятся к украинским лейблам. Это такой путь от обратного, но, тем не менее, так и есть. И это не только со мной происходит в Париже. Я представляю коллекцию ни первый, ни второй раз. В принципе, международную деятельность я начала с 2011 года. И путь к успеху длинный и узкий, скажем так. То есть, конечно, хочется всё и сразу, но для того, чтобы грамотно строить свою историю, для того, чтобы действительно иметь длинную правильную историю, успешную, нужно терпеть. То есть нужно понимать чётко свой продукт и делать и совершенствовать именно его, не прыгать в другие стилистические ниши для того, чтобы байеры оставались с тобой. То есть они понимали, что именно ты предлагаешь? Да, чтобы они понимали, что ждать в следующий раз. И мне нравится очень, что такие статусные магазины, как Opening Ceremony, один из очень крупных, очень известных мировых концепт-сторов, продаёт нас уже не первый сезон. И они-то понимают, что они продают. Хорошо. Вот есть тоже пример успеха, например, платьев вышиванок Vita Kin, которые были во всех модных журналах. Есть вот тоже сейчас история, я не совсем в курсе, что там именно происходит, что есть бренд Victoria Grace, который вроде бы сейчас покупают британцы. Как это происходит? Про историю Грязи я не знаю. Как это происходит? Вот как это работает? История с Vita Kin совершенно замечательная и прекрасный пример для других лейблов. Дело в том, что она вовремя сконцентрировалась на модификации национального продукта. И опять-таки с этими событиями он пришёлся в тему. Но я должна сказать, что это не стопроцентная заслуга нашего времени и Украины. На самом деле, то, что делает Vita Kin, это удачное соединение стилистики Боха 70-х и правильных расцветок, хорошего качества и удобной вещи. И она сосредоточилась на монопродукте, который пришёлся по вкусу очень многим. Я могу сказать, что касается меня, и я думаю, что коллеги, те, у которых есть бренды, меня поддерживают, что, скажем так, даже вот у меня в семье несколько лет назад, год назад обсуждалось, что, может быть, я начну делать вышиванки. Но я могу сказать, что перескочить с одного продукта на другой, это было бы неправильно для лейбла. Да, давайте все делать вышиванки. Вот это неправильно. Давайте их будет делать Vita Kin, она делает это прекрасно. Хорошо. Ну вот тоже, да, очевидно, что такие нескончаемые политические и социальные кризисы в Украине, да, там обвал гривны, всё на свете, всегда какие-то такие вещи, которые считаются второстепенными, как, например, моды, да, они отодвигаются вообще на 23-й план. Вот лично, как дизайнеры, ну, конечно, разумеется, ты лично, да, как вы справляетесь с тем, что там с падением национальной, ну, в смысле, падением национальной валюты? Я могу сказать, что те люди, которые обращали внимание исключительно на такие магазины, как Dior и так далее, сейчас обратили внимание на украинские лейблы, потому что они понимают, что они в разы за меньшую стоимость получат очень хорошее качество и более уникальный продукт, потому что нету таких тиражей. То есть, если есть пальто, их всего лишь 10 условно. И поэтому, наоборот, новые люди к нам пришли. И, соответственно, осеялись те, которые не могли себе это позволить. И тоже очень важно дать понять потребителю, что, ну, вот фанатам бренда, что всё-таки есть определённая и стилистическая, и ценовая ниша, что Бевза не будет делать всё подряд. И, ну, вот так формируется аудитория. Хорошо. А вот есть такое общее мнение о том, что вот, да, у нас есть талантливые люди, талантливые дизайнеры, которым есть что предложить, показать миру, но при этом у них нет бухгалтера. То есть, условно говоря, нет человека, который им просто посчитает всё правильно циферки, да, и тогда у них будут работать их творческие вещи, начнут действительно куда-то идти, кто-то их увидит и покупать их будет. Счастье для дизайнера иметь правильную команду, потому что, действительно, для того, чтобы сосредоточиться на творчестве, дизайнер должен заниматься именно творчеством. А зачастую все лейблы, ну, практически все лейблы для мировой моды украинские – это стартапы. То есть, они очень-очень мелкие, но потенциальные. И, как правило, дизайнер очень часто занимается всем сам организацией. Конечно, есть люди, которые помогают, но стратегические моменты дизайнер решает сам, и во многом это неправильно. Потому что для того, чтобы со стороны посмотреть на себя и как на своё творчество, и как на свой бизнес, нужно какое-то время, какой-то отдых. А ты всё время находишься в таком маховике. Коллекция, производство, шоурум, показ, дальше коллекция, выбор тканей, байер, производство – это непрерывный, в принципе, процесс. Поэтому, что касается бухгалтера, здесь простой бухгалтер вопрос не решит. Потому что сфера украинской – это сфера просто пионеров. У нас практически в стране не преподают, не выпускают таких специалистов. То есть, все инсайдеры украинской моды – это энтузиасты. Я последний вопрос задам, такой сектантский, тут вообще, наверное, никому не нужен. Но, тем не менее, сейчас есть пример того, что модный дом Баленсиага возглавил грузинский дизайнер. Что должно произойти, чтобы украинские дизайнеры начали рассматривать на вот этом уровне, чтобы они возглавляли большие такие бренды? Баленсиага проработал 90-е годы в команде «Маржела» и делал очень много коллекций. Это один из статуснейших мировых домов в мире. После ухода он основал свой альтернативный бренд «Ватман», который пользуется популярностью в Париже среди, опять-таки, всех самых продвинутых инсайдеров. В плюс за плечами антверпенская школа, так что грузин он номинальный. Точно так же, как Дэвид Кома, который сейчас креативный директор Мюглер и ведет свой собственный бренд, учился в Лондонской Королевской Академии. И, в принципе, нужно быть в тусовке, нужно, чтобы тебя знали. По ту сторону баррикад. Светлана, я надеюсь, что ты скоро попадешь в тусовку, возглавляешь еще какой-то большой бренд. Спасибо большое, что пришла к нам. У нас в гостях была Светлана Бевза, украинский дизайнер. Редактор субтитров А.Семкин